Проезжая часть стоянки внутриквартальной проезда тротуары при уборке городских улиц это зона ответственности дорожно-эксплуатационного предприятия. В этом году сотрудники организации убирают снег в здоровье в качестве субподрядной организации. Новый контракт на очистку улиц с 1 января 2020 года выиграла компания «Магистральстрой». Хотя автопарк Депо требует обновления, но, как отметил руководитель, техники и рабочих рук хватает, чтобы выполнить работу качественным. 80 человек – это у нас дорожный участок и 12 человек – это эксплуатационный участок. В общем, около 100 человек убирает это только вручную, а плюс еще механизированная уборка. Днем работает около 20 единиц снегоуборочной техники. В ночную смену с 8 вечера до 5 утра 10-12 машин. Если синоптики обещают сильные метели, то количество спецтехники и рабочих в смену увеличивается. Убирают снег с улиц по графику, но после больших снегопадов в приоритете дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. У нас есть три – первая, вторая и третья очередь. Это первые идут центральные, маршруты автобусов, а потом уже идут вторая и третья очередь – это тростепенные улицы. Механизированный уборка улиц проходит по графику, за которым можно следить на официальном сайте администрации города или портале «Умный Саров». Специалисты ДЭП напоминают, что парковка на улицах в те дни, когда на них идет уборка, запрещена. Большая проблема – машины стоят в проездах, где мешают уборке. Это стоянки забитые. Если бы убирали, не было машин, то это было гораздо проще, легче убирать улицы и также стоянки. По правилам снег с проезжей части нельзя сваливать на газоны. Смешанный с песком и реагентами, он вредит почве. Как рассказал руководитель ДЭП, в Сарове дороги и тротуары посыпают смесью песка и соли. Но даже этот состав может нанести ущерб экосистеме газонов. Специальной техникой снег убирает и грузит самосвалы, которые потом отвозят тонны грязной массы на полигон. По тысячу с лишним кубов. Вот когда возим, 1200-1300 кубов. Я один день приведу, там 1228 кубов. Это было позавчера вывезли. В дорожно-эксплуатационном предприятии работает горячая телефонная линия, на которую можно обратиться в случае критической ситуации со снегом на каком-либо из участков города. Звонки принимают по телефону 9-92-18. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.